И вот таким вот движением мы наводим красоту. Здравствуйте, меня зовут Сергей Астафьев, я шеф-повар ресторана Кромбахер Beer Kitchen и сегодня буду готовить для вас фламкухен. Фламкухен это блюдо традиционное для Германии, начало оно свою историю из такого региона как Эльзас, поэтому сегодня приготовлю для вас традиционную немецкую пиццу. Что нам понадобится для того, чтобы сделать тесто для фламкухена? Итак, мука классическая пшеничная, вода, немного соли, сахар, молоко, дрожжи и растительное масло. Для начала я возьму дрожжи, разведу их в молоке, дадим им время немножко постоять. Тем временем сейчас просеем муку. Обязательно просеивать муку для того, чтобы в ней не образовывались комочки, чтобы она была более рыхлая, чтобы лучше впитывала влагу. Соль и сахар я добавляю по вкусу. Я предпочитаю, когда тесто для фламкухена более нейтральное, чтобы можно было ярче передать вкус начинке. Немного воды и растительного масла. Нам остается только замешать наше тесто. Замешать тесто, оставить его на пару-тройку часов. Для того, чтобы дрожжи сактивировались как следует, тесто начнет немножко надуваться, и вот на этом моменте уже можно готовить фламкухен. Тесто получается довольно упругое. Для фламкухена не нужно пышное тесто. Нужно тесто довольно тонкое. По вкусу тесто для фламкухена – это что-то среднее между лавашом и мацой. Как вы могли заметить, тесто не липнет к рукам, но при этом оно податливое. То есть оно легко подается формированию. Не такое тугое, как тесто для пельменей, но и не такое нежное, как тесто для пиццы. То есть как только вы перестанете чувствовать руками комочки муки, значит тесто готово. Молоко и дрожжи добавляю в самом конце, когда тесто уже замешано как следует. Вот в таком состоянии. Даем тесто отдохнуть. Порядка 2-3 часов в теплом месте. Под влажной тряпкой, чтобы оно не пересыхало. Сейчас подготовим начинку. Для этого нам нужна будет сметана. Любой легко плавящийся сыр. Я взял салугуни, мне он нравится больше всего. Также нам понадобится бекон и лук-порей. Мы с вами сделаем более традиционный классический фламкухен. Вообще разновидностей фламкухенов бесконечное множество. Все зависит от ваших фантазий, от тех продуктов, какими вы располагаете. У меня сегодня вот так. Поэтому давайте начнем. Я возьму сметану. Сметану я возьму жирную. Она лучше всего подходит для запекания. Здесь 25% жирности. Сметану я добавлю. Одну часть сыра, две трети я добавил сметану. Одну третью я оставил для того, чтобы посыпать фланкухен сверху. Возьму лук-порей. Я его заранее порезал тонкой соломкой. И также я добавлю бекон. Совсем немного соли, потому что бекон соленый, сыр соленый. И немного перца. Мне нравится, когда перец грубо помолотый, не совсем в крошку. Нам остается все это дело только перемешать. За счет сыра и того, что у нас все ингредиенты нарезаны соломкой, получается довольно густой соус. Если у вас нет возможности приготовить фланкухен на огне, можно сделать это на обычной плите, на сковороде или запечь в духовке. Итак, на самом деле тесто у меня уже было подготовлено заранее. Смотрите, что я сделал. Готовое тесто я раскатал толщиной где-то в 2-3 миллиметра. Немножко подморозил, чтобы оно сохраняло форму, когда я буду обжигать его на плите или на огне. Очень удобно готовить фланкухен на мангале. Особенно, если есть решетка или несколько хороших толстых шампуров. Чуть добавим температуры. Вообще, фланкухен переводится с немецкого как кухня огня. Кухня, приготовленная на огне. Ну и, собственно, это блюдо, как вы видите, тоже приготовлено на огне, но вас никто не ограничивает в творчестве. Вы можете приготовить его так, как вам удобно. Я предпочитаю, когда тесто для фланкухенов более хрустящее, более твердое. Тогда оно прекрасно держит форму, когда мы его будем нарезать. Вы можете обратить внимание на то, что тесто сухое. Я его не смазываю маслом, потому что это будет мешать тому, чтобы начинка запеклась вместе с тестом, когда мы будем ставить его в печь. Ну вот, практически наше тесто готово. Такое румяное, красивое тесто у нас запеченное получилось. Остается дело за малым. Распределяем нашу начинку по всей поверхности теста. Можно оставить небольшие бортики, краешки, чтобы было удобно держаться за них. Стараемся распределять равномерно, чтобы это все пропеклось равномерно. Вот такая красота у нас получается. Что нам остается? Посыпать все это дело сверху нашим сыром натертым. И поставить в печь. При температуре от 180 до 200 градусов запекается он 8-9 минут. Вот прекрасный фланг кухен наш готов. Посмотрите, какой он румяный и красивый. Режется он следующим образом на 8 частей. Я возьму немного зеленого масла для придания еще более яркого аромата этому блюду. Мой фланг кухен готов. Сейчас я буду его пробовать. А вам желаю удачи и успехов в вашем творчестве. С вами был Сергей Астафьев. Буду рад видеть вас в гостях ресторана Крамбахер. Всем пока. Спасибо.